О, стул крафт. Бля, зачем я сюда зашёл? Так как я играл последний раз полгода назад, я наебу, что тут происходит, так что мы будем разбираться по ходу дела. Так, что тут у нас? Сюжет агропром. Поговорите со странным парнем на агропроме. Ну, не хуй делать, погнали. Отправляемся на задание. По пути нас нападают снорки. Блядь, ну да, пошёл я нахуй. Спустя две минуты моего сражения я понял, что я не вывезу, так что просто убегаем. Доходим до места. Ну, как оказалось, в этот злоебучий дом нам не попасть, потому что, подойдя к дому на расстоянии пяти метров, наш герой умирает. Угу, не хуй делать. На этот раз отправляемся к снабженцу, покупаем патроны и идём разваливать кабины. Ну, видно, что собака тоже в ахуе. Разваливаем псов, после чего со своей смекалкой и хитростью разговариваем со странным парнем, после чего получаем пизды от аномалии. Охуеть. Итак, у нас появилось новое задание, это поговорить с нищим. От него мы не узнали ничего нового, он просто нам стал. Пиздуй отсюда, говори с горластым. Идём говорить с горластым. Горласт оказался тем хуём, сразу впихивает нам квест. Труп наёмника на агропроме. Доходим до места. Ох ты же, блядь, кто стреляет? Быстро бежим обыскивать труп, после чего находим горе снайпера, который не может по нам попасть. Разваливаем ему кабину, после чего на нас нападает собака. Даём ей пизды. Ну, вернуться назад я, конечно же, не смог, потому что мой персонаж умер. Ярик, блядь. Бежим сдавать квест горластым. Взамен мы получаем зашифрованные ящики 5к рублей. Ну, на этом наше мучение не заканчивается, ибо нам надо его расшифровать. Поэтому вездуем к нищему. Нище оказался ещё тем удаком, ибо помочь нам не может. Сразу он впихивает нам квест в логово мясника. Ну, сразу идём к снабженцу, покупаем патроны и можно выдвигаться. Приходим, говорим с мясником. Он, в свою очередь, отказывается с нами общаться, ибо он оказался ещё тем пидором. Он впихивает нам весьма интересный квест, в котором мы должны ему принести 5 бутылок водки и 3 консервы. В принципе, выбора у нас нет, так что отправляемся обратно к снабженцу. Но, как выяснилось позже, у снабженца нет консервы. Радость туриста, а выбить их можно только с ботов. Ну, в принципе, заебись квест. Ах, да, чуть не забыл. За каждый день вход в игру нам дают бонусы в виде кейсов, с которых падает охуевший дроп. Ммм, дробовик. Охуеть. Отправляемся на поиски ботов. 10 минут блуждания по агропрому я нашёл стаи псевдо-собак, которые почти дали мне пизды. А, ну да, ну да. Конечно, блядь. Плохая была идея идти куда-то. Пытаемся задать вопрос местным геймерам, чтобы узнать, где можно взять 3 консервы. На что мне ответили, что их можно купить на аукционе. 590 рублей. Блядь, это что, золото? Это что за беспредел, блядь, я не понял. Покупаем консервы, после чего идём к снабженцу и покупаем у него 5 бутылок водки. Пиздуем к мяснику, ну, после чего игра шлёт меня нахуй и показывает нам другие координаты квеста. А, ну да, пошёл я нахуй. Угу, я понял. Это наоборот даже плюс в игре, потому что заебали эти однообразные квесты, а так ещё и побегаешь, локацию обследуешь. Навернув кругов 10 вокруг агропрома, я такой сел и подумал, а не пойти ли мне нахуй? После чего я зашёл в Sony Vegas, где монтировал видео и посмотрел, где находится злоебучий квест. Блядь, вот это вот квест, блядь, моё почтение. Сразу ебашим метку, чтобы не проебать это место. Доходим до мясника, он в свою очередь говорит нам, что без особых деталей он не сможет распломбировать ящик. Поэтому нам впихивают квест на поиски этих деталей. Без особых проблем ултаем первый ящик с деталями. Бежим ко второму ящику, по пути нас нападает стулкер мастерский. Съёбуемся. Блядь, сука, откуда ты вылезла? После моего пвп собака идём дальше. Дойдя до второго ящика, казалось бы, что всё уже позади, но нет, к нам на встречу выбегают ебучие мутанты. Даём им пизды, ултаем ящики и идём дальше. Дойти до третьего ящика я не смог, видимо мой прадед был сапёром. Пизда просто. Появляемся на респе, ну, план действий нам известен. Сразу отправляемся туда. Находим безопасное место, чтобы перелезть через забор. Бежим в этот ящик, по пути сражаемся с мутантами, после чего я вовсе попал в аномалию и умер. Ну, ящик я всё-таки залутал. Итак, появляемся на респе. Игра вновь нас отправляет к мяснику, чтобы отдать ему найденные детали. Говорим с мясником, отдаем ему также детали. После чего он говорит, чтобы мы пиздовали на все четыре стороны и пришли к нему через 20 минут. Также выяснилось, что с этими квестами я проебал все свои деньги. Отправляемся на поиски дополнительных квестов. Говорим с горемом, он нас отправляет общаться с клыком. Бля, братан, клык ты куда? Видимо, тушёнку не поделили. Ну да, земля тебе пуха. Ждём, когда заспавнится клык, после чего идём общаться с ним. Он впихивает нам квест, где мы должны установить взрывчатку для сталкеров. Отправляемся на место, ставим взрывчатку и возвращаемся обратно. Говорим клыку, что мы поставили взрывчатку, после чего он нас отправляет к доктору Абдуле. Абдула нам говорит, что братве нужна помощь и даёт нам боеприпасы и посылает нас на другую сторону агропрома. Доходим до лагеря, там на нас нападают мутанты. Патронов, конечно, у нас нет, так что отбиваемся от них ножом. Заходим в лагерь, говорим с герцогом, отдаем ему припасы, после чего он говорит, чтобы мы пообщались с кузнецом. Кузнец говорит, что заебали эти кошки, поэтому нам впихивает задание на убийство пяти кошек. Выйдя из лагеря, мы, конечно же, ничего не наблюдаем, потому что все кошки мертвы и нам придётся их ждать, когда они заспавнятся. Видимо, я не единственный еблан, который взял этот квест на убийство кошек. Со мной также был мой товарищ по несчастью. Бляй, братан, ты чё умер? Ля пиздец. Убиваем всех кошек, отправляемся задавать квест к кузнецу, после чего он даёт нам ещё один квест по восстановлению растяжек, либо сюда придут сталкеры и будет пизда. После того, как мы восстановили все растяжки, идём говорить с герцогом, на этом квест наш почти закончился. После чего отправляемся к горему за наградой, приходим на место, там мы не обнаруживаем горема, а находим документ, в котором сказано, что он отправился на базу, сдаём ему квест, получаем 20к, после чего мы понимаем, что мясник у нас распломбировал ящик. Приходим к мяснику, он нам рассказывает охуевшую историю, как к нему ворвались двое стулкеров и забрали диск с информацией, после чего мы отправляемся к Окси. Окси берёт и шлёт нас нахуй, после чего дает нам координаты тех сталкеров, которые украли диск. По пути к месту до нас даёбрятся кровососы, ломаем им ебало, спускаемся в злоебучий туннель, где в итоге мы умираем от радиации. Ебать, ух ты ж, бля, не всё это пизде. Сука! Блядь, нет, в пизду. Е-е, xxx и т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-сион. Субтитры сделал DimaTorzok